В освобожденном ВСУ Изюме правоохранители обнаружили секретную документацию россиян. Об этом сообщает полиция Харьковской области. Среди документов обнаружено боевое распоряжение о вторжении в Украину, а также карта Харьковской области с маршрутом движения и списки личного состава военнослужащих танковых бригад Вооруженных сил Российской Федерации. Документацию нашли в подвальном помещении лицея. Изъято 13 мешков с документами. По данному факту следователи открыли уголовное производство. После освобождения Изюма здесь разворачивается уже новая битва за восстановление. Украинские строители пытаются спасти то, что осталось от здешней инфраструктуры. После того, как разрешат саперы, кладут новый асфальт и помогают вернуть к жизни дома местных. Квартир с целыми стеклами в Изюме почти не осталось. Волонтеры, коммунальщики и спасатели каждый день забивают ДСП десятки окон. И прежде чем давать отопление, проверяют и консервируют поврежденные здания. В освобожденном украинскими военными Изюме активно готовятся к зиме. Правда, пережить холода из 200 многоэтажек смогут только 60. Тепло не обещают. Тепло не обещают. По данным ООН, основные сети коммунальных услуг в Изюме были уничтожены российскими войсками. Вследствие чего часть жителей все еще зависит от гуманитарной помощи. Ну, на сегодняшний день не работает ничего, кроме гуманитарной помощи, которая приходит в Изюм. Тут все разбито. Нет ничего. Постепенно в некоторые районы Изюма возвращают воду, свет и газ. Электричество удалось восстановить в массивах, где живет больше всего людей. Но наружные печки во дворах местные жители разбирать не спешат. Сейчас уже немножко дали воду на третий этаж. У меня третий этаж. Немножко подошла вода, но напор маленький. Свет дали. Электропеточками пользуемся, плитками. Местные жители признаются, за время оккупации уже приспособились к нечеловеческим условиям. Полгода жили без света, газа, воды и связи. К тому же под постоянными обстрелами. Не секрет, конечно, что религия имеет большое значение для духа человека. И именно только благодаря вере, я думаю, что многие перенесли эти лишения, которые были у нас. Многие перенесли страдания. В оккупированном городе восстанавливают жилые дома, критическую инфраструктуру и главные святыни. Я думаю, что возрождение храма – это символ возрождения нашего города. Шоссе в ад, когда-то прозванная так дорога в город, уже мало напоминает о российской оккупации. Воронки от бомб засыпаны, на новом дорожном полотне начерчены свежие белые линии. Строители восстанавливают то, что еще осталось от инфраструктуры. Используют и то, что оставили после себя российские войска. Например, часть понтонного моста, лежащего в реке Северский Донец, рассказывает 27-летний военный инженер Денис Пономаренко. Немного восстановим понтонный мост и будем применять в других местах. А какие-то общественные организации должны восстановить сам мост. Из довоенного населения в 46 тысяч человек остались не больше 9 тысяч жителей. А значительная часть города все еще лежит в руинах после вражеских обстрелов. Продолжение следует...